Теплая осенняя погода, отличное настроение гостей – все благоволило в Захарово к проведению фестиваля «Богатырские игры». Идейный вдохновитель фестиваля, настоятель храма, отец Александр, обратился ко всем собравшимся. Большое спасибо вам, что мы все так вот собрались. И как раз на месте, на котором мы стоим, нашими, возможно, общими усилиями, общими молитвами, будет воздвигнут храм Александра Невского. Такой действительно дивный и совершенный пример для всех нас. Человека, который, несмотря на все обилие дел, которые у него было, смог совершить самое главное в своей жизни. Он успел позаботиться о своей душе и смог обрести благоволение пред Богом и спасение души. Этот праздник объединил людей разных возрастов и интересов. В рамках фестиваля работало три площадки – детская, взрослая и концертная. Тройка мчится, тройка скачет, и отцепы расходка пыть. Колоколичик звонко плачет, то хохочет, то зенит. На небольшой по-домашнему уютной сцене выступали вокалисты. Они дарили зрителям песни и тепло своих сердец. На детской площадке ребята резвились на аттракционах батут и борцы с сумо. Рядом проходили мини-соревнования по нескольким спортивным направлениям – штанга, жим, армрестлинг, канат и тяга джипа. Спортивное снаряжение для фестиваля предоставил физкультурно-спортивный клуб «Орион». Илья Парамонов, судья международной категории, мастер спорта и тренер по армрестлингу, выступал в качестве рефери. Победители в каждой дисциплине получили дипломы и призы. Всех пришедших на праздник ждала полевая кухня. А отец Александр подарил гостям на память о фестивале духовную литературу. Организаторы праздника выразили надежду на то, что Захаровский фестиваль «Богатырские игры» станет традиционным. И уже в следующем году гостей будет как минимум в два раза больше. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.